Добрый день! Меня зовут Томми Ройтман, я президент клуба молодых бизнесменов. У меня в гостях успешный предприниматель Вячеслав Кунев. Вячеслав, добрый день! Здравствуйте! Вячеслав, у меня первый вопрос. Скажите, пожалуйста, до того, как стать предпринимателем, кем вы работали? Программистом. С 1991 по 2000 год я работал в банке программистом. А в 2000 году я уехал на стажировку в Соединенные Штаты. И там я увидел, что такое бизнес. И вот, когда я вернулся, я подумал, что, наверное, имеет смысл уже заниматься собственным бизнесом, а не работать наемным менеджером. То есть, получается, вы для себя приняли решение, в какой момент? То есть, был какой-то переломный момент? Да, вот это стажировка. То есть, я туда поехал, и я вдруг увидел, мне показали малый и средний бизнес. При том, чтобы вы понимали, там, допустим, малый бизнес, это может быть бизнес с оборотом 10-15 миллионов долларов в год. Это малый бизнес. И вот, когда мне показали конкретных людей, которые делают, в общем-то, конкретные и понятные вещи, и при этом успешно очень зарабатывают, мне это очень понравилось. Я решил, что надо попробовать заняться этим. Скажите, пожалуйста, а вот какие сложности у вас были, когда вы создавали первый свой бизнес? Что это был за бизнес? Это бизнес в сфере информационных технологий. То есть, я создал компанию, которая писала программу. Но, знаете, там сложности, на самом деле, огромное количество. Я не хотел бы о них говорить, потому что это будет долго. Но, самая главная для меня сложность была в том, что, когда я сталкивался с какой-то проблемой, я каждый раз очень серьезно переживал. Вот это была, наверное, самая большая сложность. То есть, если я там вдруг какой-то проект не получался, я мог ночью не спать, об этом думать, переживать и так далее. И это мешало, потому что ты не высыпаешься, ты не можешь принять нормальное решение, ты зацикливаешься на этой проблеме. И это приводит к отрицательным результатам. Поэтому, вот, наверное, самым главным для меня было уметь перебороть это. Да, возникла проблема, надо просто спокойно думать, что с этим делать и идти дальше. Вот, когда я смог научиться так, к этому относиться, то можно сказать, что самые главные свои сложности я преодолел. Скажите, а вот вы можете рассказать случай, который у вас был реальный в вашей практике, когда вы столкнулись с ней и вы решили ее успешно? Да, у меня таких много случаев было, но вопрос не то, что я решал успешно, а, знаете, бывает так, если ты делаешь что-то вот правильно или последовательно и концентрируешься на этом, то обязательно возникает ситуация, при которой в конечном итоге все сложится так, как надо. И вот у меня таких случаев было очень много. Ну, например, я презентовал какой-то проект для государства и очень хотел, чтобы он получился. Раз презентуешь, два презентуешь и ничего, никаких результатов нет. Ты думаешь, зачем я сделал эти усилия? И вдруг тебе через год звонок и говорят, а помнишь, ты нам говорил об этом проекте? Он нас заинтересовал. То есть ты уже полностью расстроился, что этого никогда не будет, ничего не будет, но поскольку ты правильно выступил в правильном месте и это действительно было интересно, то в конечном итоге это привело к положительному результату. Скажите, а вот был бы ли человек, либо случай, который вас кардинально изменил, поменял? Вот что вот являлось, я не знаю, основным фактором, который позволил вам стать вот те Вячеславом Куримом, которого мы видим, успешного, яркого, харизматичного, уверенного в себе? Ну, конкретного такого человека не было, но я постоянно изучал биографии или примеры успешных людей, я смотрел, что и как они делают, и, наверное, вот это все в совокупности меня развивало. Понимаете, очень важно на них смотреть, но понятно, что невозможно повторить, но когда ты смотришь, как они выходят из тех или иных ситуаций, это хороший урок. И, кстати, там самый главный урок, что они никогда не опускали руки. Какая бы ситуация ни была, для них это была новая возможность или вызов. Вот они говорят, о, интересно, я из этого выберусь или не выберусь? Вот это, пожалуй, самое главное. Микрос, вот у меня вопрос, скажите, пожалуйста, вот когда вам очень тяжело, ну, знаете, бывает, опускаются руки, депрессия, апатия, ничего не хочется, обычно все бросить и изменить что-то, но нет вот этого мотивационного действия, которое помогло вам. Как вы решаете такую сложность? Вы знаете, у меня такого состояния у меня давно не бывает. А когда было? Ну, я переживал и я спортом занимался. В общем, переключался, я всегда спортом. Шел в зал и пытался физическими, да, упражнениями убить все мысли в себе, мне тогда помогало. Сейчас же я просто, какая бы ситуация ни возникла, для меня это, знаете, это не проблема, это вопрос, который надо просто решить. И я не думаю, что кто-то из нас попадает в уникальные ситуации, в которые не попадали люди когда-нибудь, да, то есть и как-то они из них выходили. Поэтому надо просто позволить себе спокойно об этом поразмышлять. Медитация в этом очень хорошо помогает. Рекомендую. Тем, кто еще этого не делает, рекомендую. Иногда умеет садиться, медитировать, ищать голову, и приходят интересные мысли. Держите, вот на данный момент вы довольны, вот как у вас обстоят дела в бизнесе, в жизни? То есть вот вы можете сказать, что да, вот я сейчас доволен, либо нет, я вот, ну, я мог бы что-то бы изменить, и если вот изменить, то что бы вы изменили? Все, что я хочу менять, я стараюсь поменять. Естественно, мне хочется там добиться каких-то вещей большего там или еще как-то, но для меня самая главная задача перевести это из просто мечты в конкретные действия. Поэтому, если что-то мне хочется поменять, а есть вещи, которые мне хочется поменять, я просто для себя это вычленяю и предпринимаю усилия в этом направлении. За что вы больше всего гордитесь? Вот что вы такого сделали в профессиональной деятельности? За что вы можете сказать, что мы это сделали, это вот изменило, может быть, судьбу людей, либо в целом, может быть, даже для экономики страны? Ну, мне нравилось, то есть есть ряд проектов, которые мы сделали, и они были как бы первые. Вот лучше ничего подобного не было. Ну, я помню, в свое время для меня огромным вызовом был проект, связанный с создачей электронных деклараций. Вот сейчас все компании сдают электронные декларации налоговые вот через систему, которую мы сделали. Когда мы ее начинали, налоговое вообще и близко ничего подобного не было, и вообще никто не понимал, как такие системы делать. Когда я ездил в Испанию и смотрел, вот как это там работает, налоговая служба Испании, а в тот момент это было лучшее направление, то нас привели, например, в IT-департамент, где только серверов было две тысячи. Две тысячи серверов. Нам говорили, что эту систему делали пять лет и делало там что-то несколько сот человек, да. В результате мы это сделали за два года и силами значительно меньшего количества людей. Вот когда я это сделал, я подумал, да, это как бы здорово. Сейчас у нас есть один интересный проект, который впервые молдавская компания делает для Организации Объединенных Наций пилотный проект на технологии блокчейн. Вот просто нас выбрали как первыми, с кем Организация Объединенных Наций это делает. Это для меня тоже важно и интересно, потому что мы доказываем, что мы можем соревноваться с компаниями из других стран и нас тоже могут выбирать. Да, звучит круто. Скажите, а вот как я понимаю, чтобы быть успешным человеком, соответственно, должен быть какой-то правильный распорядок дня. Вот ваш распорядок дня, какой он? Вот представим понедельник, с чего он начинается, чем он заканчивается, сколько вы на работе находитесь, вот как он сложен у вас? Ну, как бы есть базовые вещи, которые обязательно, а есть те, которые можно гибко менять. Базовое, это то, что я просыпаюсь где-то в пол шестого, в шесть утра, и это время физических занятий, это время, может быть, работы над планом дня, это время, когда я такой, чай пью, что-то такое. Вот это обязательно, это где-то полтора-два часа, это вот, на самом деле, это настройка на весь последующий день. Дальше, в зависимости от того плана, который ты сделал, план, в принципе, у меня такой, плюс-минус полчаса, то есть я не могу строить строгий план, потому что всегда можно где-то опоздать, может какая-то встреча не получится и так далее. То есть я считаю, что план должен быть там плюс-минус полчаса, вот, и в течение дня это реализация этого плана, да. Ну, обычно у меня рабочий день заканчивается где-то часов в семь вечера, на самом деле, знаете, я, наверное, в этом счастливый человек, что для меня работа не является, как бы, таким, то есть она мне нравится, это мое приятное для меня времяпровождение. То есть это не является проблемой, от которой мне хочется убежать, вот там пять вечера или шесть вечера наступил, убежать. Я, в принципе, получаю удовольствие от своей работы, и поэтому для меня, вот, допустим, такое понятие, как отпуск, когда надо убежать от работы, он непонятен, потому что я в отпуске тоже работаю. То есть то, что я делаю на работе, мне интересно делать и в отпуске. То есть у вас тоже наплекают праздники? Да, честно говоря, праздники я немножко теряюсь, потому что, ну, в принципе, я дома, но я все равно работаю над чем-то. Я что-то изучаю, я что-то читаю. В принципе, я стараюсь в день прочитать не меньше ста страниц чего-то. И обязательно, для меня важно просмотреть какой-то новый видеоматериал для меня. Я подписан на некоторые интересные сайты. А вы можете, кстати, назвать. Да, вот я всем рекомендую, есть Smart Summary сайт. Они публикуют выжимки из лучших книг. То есть это вот где-то 10 страниц из 300-страничной книги. Да, то есть вот лучшие. И что хорошо, вы прочитали? Если вас эта книга заинтересовала, вы ее пошли, купили. Я в основном книги читаю в электронном формате, потом скачиваю и читаю. И вот обязательно, обязательно вот прочитать, саммари, там, двух-трех книг каких-то посмотреть. Обязательно прочитать какую-то конкретную книгу. Ну, вот, как я сказал, до 100 страниц. Обязательно просмотреть какое-то интересное видео. Но это не столько мотивирующее видео, сколько вот информационное видео, когда я вижу новые горизонты. То есть я когда вижу, что люди смотрят на вещи с каких-то углов, с которых я не смотрел на них. Скажите, а вот можете назвать книги, которые вот на вас повлияли, порекомендовали? И да, и нет. Дело в том, что сейчас я уже пришел к тому, что я читаю первоисточники. То есть авторы. Смотрите, ну, сейчас у меня текущее мое увлечение, это, в общем, такими фундаментальными трудами. Ну, например, 36 стратегий, китайская книга, 36 стратегий. То есть если вы ее прочитали, то считайте, что вы все базовые маркетинговые стратегии знаете. Все книги, которые есть сейчас по маркетингу, они описывают одну из этих вот стратагем, которые, в общем-то, там были описаны. Поэтому можно читать какие-то современные книги по маркетингу, но, в принципе, надо читать первоисточники. Или читать «Макеавелли государь». Ну, там все описано, и о человеческих взаимоотношениях, и о взаимоотношении человека и государства, и так далее. Или «Дао-де-дзын», это вообще, на мой взгляд, просто идеальная книга, она обо всем. То есть вот у меня сейчас увлечение этими книгами, и они для меня являются основными. Но при этом, как я сказал, я обязательно прочитываю какие-то текущие, актуальные книги. Притом, вот сейчас, на данный момент, мне очень интересно читать книги, которые говорят о ближайшем будущем. Вот в горизонте планирования 5-10 лет. Потому что мир настолько быстро меняется, что сейчас уже важно понимать, что будет завтра. Потому что сегодня не повторится. Завтра будет принципиально другой мир. И вот для меня очень важно понимать, куда мир движется, и, соответственно, чем нам это всем грозит в хорошем и плохом смысле этого слова. Вот как раз в контексте будущего, как вы считаете, что будет через 10 лет, каким вы видите ваш бизнес через 10 лет, что вообще будет происходить? Давайте конкретно поговорим о Молдове. Тут нельзя говорить конкретно. То есть нужно понять, что такого бизнеса, как вот сейчас, его точно не будет. Он будет совершенно другой. Более того, я для себя принял гипотезу, что я вообще не понимаю, чем моя компания будет заниматься через 10 лет, даже через 5. Вполне возможно, мы будем заниматься тем, о чем мы сейчас даже не думаем. Почему? Потому что четвертая промышленная революция сейчас, которая началась в январе прошлого года. И если первая промышленная революция длилась 100 лет, последующая революция будет длиться 5 лет. То есть через каждые 5 лет мы будем жить в новом технологическом укладе, в новой экономической и социальной реальности. Поэтому что там будет, мы не знаем. И если говорить в контексте Молдовы, то это для нас каждый раз будет вызов и шанс. Потому что когда мир так быстро меняется, то есть возможность встроиться в эти изменения и как бы оседлать их. И у Молдовы будет постоянно появляться вот этот шанс. А уж воспользуемся мы им или не воспользуемся, это, конечно, зависит от каждого из нас. Как вы считаете, бизнес делать в Молдове сложно? Если сложно, то почему? Если нет, то опять же, почему? Да я думаю, что его делать так же легко или так же сложно, как в любой другой стране. Вот очень часто говорят, на Западе там все легко, правильно, правила работают, законы работают и так далее. Но там и конкуренция выше. То есть да, вы туда приходите, а вам некуда там вписаться. Вот. На самом деле, если правила тебе понятны и ты себя не обманываешь, вот думая, что на самом деле бизнес делается так, а он делается чуть по другим правилам, то мне кажется, что его делать в Молдове не сложнее и не проще, чем в других странах. У нас просто, у нас надо понимать наши ограничения. Это размер рынка, да, это покупательная способность населения и так далее. Но в рамках даже этого можно вполне сделать бизнес. Вот я могу сказать, что за ближайшие последние два года я видел массу примеров, когда делали малый и средний бизнес, достаточно успешный. И люди, ну, зарабатывают те деньги, которые они хотели заработать. То есть этот вопрос поиска ниши. И здесь бы я бы рекомендовал тем, кто вот начинает, смотреть в небольшое будущее. То есть, знаете, конкурировать надо в будущем. То есть там, где еще нет конкуренции. Желательно сейчас заниматься тем, что будет нужно через год, через два. А можете, кстати, назвать, вот какие направления будут востребованы через несколько лет? Ну, я только общее направление могу назвать. Кардинально поменяется медицина. Медицина уходит от лечения к диагностике. И поэтому я рекомендую всем, кто связан в медицине, обращать внимание на все, что связано с диагностикой. Притом здесь же рядом питание соответствующее, то есть которое лечит. То есть не которое только вот тебе позволяет жить, но и позволяет улучшать свое состояние. И все, что связано с фитнесом, вот со здоровым образом жизни, которое позволяет поддерживать активность. Хорошо. Строительные технологии. Принципиально поменяются строительные технологии. То есть, условно говоря, я думаю, что через пять лет, на других рынках это уже есть, но через пять лет дома будут строить 3D-принтеры. То есть вот просто на площадку выезжает этот 3D-принтер, и он вам печатает этот дом. Это сейчас кажется фантастикой, но на самом деле в Китае это уже, допустим, есть. Альтернативная энергетика. То есть гарантированно все считают, что постепенно будет переход к другим источникам питания и, соответственно, к другим принципам существования энергетических объектов. Например, отдельно стоящий дом сможет полностью себя запитывать всем, что ему надо через те источники энергии, которые он сам сможет аккумулировать. То есть встанет вопрос, что сети, электрические сети, тепловые сети могут оказаться ненужными. Ну и, конечно, колоссальные прорывы будут во всем, что связано с генетикой. Вот там просто это будут новые микроорганизмы, по-другому будут решаться многие вопросы и здоровья, и обеспечения продуктами, и всем. Ну и последнее, пожалуй, это робототехника. Вот в робототехнике сейчас происходят колоссальные прорывы. Мы все смеемся, но все страны, все развитые страны мира приняли однозначное решение, что будущее за беспилотными аппаратами. И вообще, я буквально два дня назад слушал прогноз, при котором в 30-м году водитель за рулем автомобиля, это будет считаться преступником, чуть ли не преступником. То есть это средство повышенной опасности. То есть должен везти автомобиль без человека. И поверьте мне, что большинство из этих прогнозов сбудутся. Поэтому это надо постоянно анализировать, читать, смотреть и понимать, что у нас нет шансов спрятаться от этого будущего. Оно все равно у нас будет, весь вопрос только когда. Насколько, допустим, мы отстаем, ну наша страна отстает по развитию современной, так сказать, индустрии от Америки? Нет, естественно, мы, естественно, отстаем. Но нужно тут понимать, что сейчас все страны, у них разные стратегии. У Китая одна стратегия, у Соединенных Штатов другая стратегия, у Англии, там, Японии. Например, знаете, какая стратегия у Японии? Япония для себя приняла решение, что у нее большие проблемы с демографией, с мотивацией молодого поколения. И они вообще для себя приняли стратегию, что они должны быть страной для долгой красивой смерти. Вот так вот. И это их стратегия, в рамках которой они развиваются. Поэтому относительно них, если мы даже такими категориями не мыслим, мы, наверное, отстали там навсегда. Если говорить о Германии, у которой стратегия интернет вещей, да, и индустрия 4.0, то мы, по крайней мере, этими категориями мыслим, и мы можем работать вместе с ними. Поэтому, да, мы отстаем, потому что просто мы не думаем этими категориями. Но как только мы начнем думать этими категориями, мы можем к одной из этих стратегий присоседиться. И попытаться ее реализовывать, и, соответственно, добиться хороших результатов. Скажите, а вот как вы считаете большинству начинающих предпринимателей, либо те, кто еще не начали свой бизнес, что мешает сделать какой-то важный шаг, чтобы улучшить свой финансовый результат, но и в целом быть более счастливыми? Что мешает? Вот какие барьеры, с какими барьерами сталкиваются, и как вы считаете, их можно преодолевать? Все барьеры только в нашей голове. Вот все. Все проблемы у них в голове. То есть я консультирую многих молодых ребят, я понимаю, что у многих страхи. Ой, у меня не получится, ой, я не знаю, я не сделаю. Почему их так много? Это влияние какое-то? Ну, во-первых, это и ментальность нашего общества. Вот, допустим, смотрите, в Америке, то есть если у вас не получилось 2-3 проекта, это даже наоборот в плюс, потому что вы наработали опыт. У нас, если у вас не получился 1-2 проекта, вас могут записать в класс неудачников. То есть у нас очень боятся ошибиться. А вот в западной культуре, ошибайся, делай. А как ты получишь опыт, если ты не ошибаешься и ничего не делаешь? Вот, поэтому это некие, наверное, ментальные ограничения, которые надо вычищать. И как только вот это убираешь, то, поверьте мне, я не вижу сейчас вообще ограничений. Я видел молодых людей, которые сейчас запускают, молдавские юноши, девушки, запускают стартапы в Европе, и они нашли финансирование, они нашли нишу. У них все нормально. Они сняли с себя эти ограничения. Сейчас, если вы владеете английским языком, если у вас есть доступ к интернету, я не вижу ограничений. То есть, вернее, ограничений только одни в голове. Да, это правда. Вот и все. Поэтому надо работать над тем, чтобы снимать сюда ограничения, которые есть наше мнение. Можете, допустим, назвать пять вещей, которые помогут любому человеку стать эффективнее? Эффективнее? Ну, либо принципы какие-то, вот, стать эффективнее. Что может помочь? Ну, я бы рекомендовал, что, во-первых, улучшать навык скорочтения. То есть, нужно научиться быстро читать. Если можно, допустим, если вы называете какой-то принцип, где можно найти информацию, где можно этому обучиться? Интернет. Интернет. Вот вы хотите научиться скорочтению? Набираете, да, Google в помощь. Это вообще, как бы, не является... Ну, владеть это навыкой. А? Владеть это навыкой. Ну, я читаю быстрее, чем средний человек. Я думаю, где-то в два раза быстрее. Хотя, я бы хотел бы еще лучше. И это просто, это навык, который нарабатывается в срок до одного месяца. Вот. В результате, понимаете, вам сейчас надо все время усваивать информацию. Вы должны это уметь делать. И на сегодняшний день книга – это основной источник информации. Ну, книга, интернет и так далее. Потому что по-другому, вот, чтобы вы себя, как бы, четко могли ориентировать, в том объеме информации у вас просто не получится. Следующий базовый навык – это умение простраивать свой режим проживания так, чтобы вы могли максимум времени на развитие. То есть, это правильный сон, это правильное питание и физическая активность. Их не должно быть много. Потому что в зале можно проводить каждый день по 2-3 часа. А можно подобрать оптимальный набор упражнений 30-40 минут дома. И эффект тот же. Вот. Потом я бы рекомендовал, ну, скоростной набор текста. Потому что мы очень много переписываемся. И если вы делаете это медленно, то, соответственно, вы резко… Ну, вы тратите просто время. Как ни парадоксально – скоропись. То есть, умение быстро писать иногда, быстренько зафиксировать какие-то факты на бумаге – это тоже становится важным моментом. Ну, и, наверное, самым важным, я считаю, что это постоянное стремление узнать что-то новое и постоянное стремление развиваться. Вот этот навык должен быть. То есть, у вас должен быть набор, ну, не знаю, сайтов, книг или еще что-то, что вы постоянно читаете, и смотрите, и расширяете свое сознание. Вот это должно быть каждый день. То есть, я пытаюсь, чтобы в течение моего дня, минимум 2-3 часа в день, я уделял развитию. Это сложно, потому что у нас все время какие-то отвлечения, еще что-то. Но если вы этого не будете делать, вы будете оставаться в прошлом. Вот знаете, как Алиса в стране чудес, там, фраза, чтобы стоять на месте, нужно идти, да, а чтобы двигаться вперед, нужно бежать. Вот сейчас у нас такая же ситуация. Поэтому выбирайте себе вот те информационные источники, на которые стоит тратить время, читайте их, постоянно будете в курсе того, что происходит. Ну, и личное развитие вот различных навыков. Давайте в завершении нашего разговора, вот, вы можете, может быть, даже обратиться к нашим участникам и сказать, что, какие существуют способы преодоления вот этих страхов, ну, вот, чтобы, допустим, сделать какой-то шаг решающий, который поможет тебе стать более успешным. Может быть, возможно, начать свой бизнес, возможно, поступить куда-то в университет, в Америку. То есть, каким, по вашему мнению, должен сделать действие человек, дабы преодолеть этот страх? И какой, может быть, есть у вас методика своя, которая помогает вам сделать этот шаг? Ну, допустим, у вас есть цель познакомиться с президентом. Есть же такое понятие, как по принципу того, что у тебя есть друг, у друга есть другой друг, знакомый знакомый, и таким образом ты сможешь даже дойти до самого уже и Трампа. Какая существует методика, которую вы считаете, которая помогает вам добиваться высоких результатов, и что вы можете порекомендовать нашему участнику? Амир, я здесь повторюсь, самая главная проблема – это снятие вот этих барьеров, которые в нашей голове. То есть, что я чего-то не могу, что у меня этого не получится, что я этого не достоин. Вот над этим надо работать и снимать это за себя. Для каждого человека это по-разному. Кому-то вот стоит посетить какой-то семинар и посмотреть, допустим, на вас, да? Кому-то надо прочитать книгу. Это индивидуальная работа, это надо смотреть. Но главное – понимать, что это все можно снять с себя и понимать, что если ты чего-то хочешь, то сейчас нет никаких ограничений, да? Ты можешь сесть на самолет, полететь в любую страну. Там вариантов источников финансирования огромное количество. Вы закончить сейчас можете онлайн-ово в любой университет. Вы заходите на сайт Коасера и там этих курсов, потом вам преподают лучшие преподаватели ведущих университетов мира. Если вы этот курс заканчиваете хорошо, вас сразу приглашает там Google, Amazon к себе на работу, потому что нет ограничений. Пойми, что ты хочешь и просто настоятельно двигайся в этом направлении. Другого рецепта я не знаю. Друзья, у нас в гостях был Вячеслав. Я от себя рекомендую вам действовать. Вячеслав, а вам огромное спасибо. Было очень интересный познаватель. Обязательно действовать. Субтитры создавал DimaTorzok